Всем привет! Мы на канале Жить Краснодаре. Сегодня у нас 10 января. У нас апокалипсис. Ночью шел дождь, а вот с утра пошел снег. Ужас. Вот дороги, вот видите просто какие. Все в снегу. Сегодня хорошо воскресенье, еще тепло. После обеда уже будет минусовая температура. Никто дороги, соответственно, не чистит здесь. Здесь, наверное, не предусмотрено чистить. Здесь грейдеры, которые расчищают. Там вода не поскольку чистили дорогу. Не знаю, как завтра люди на работу поедут. А сегодня снег, завтра снег должен идти еще. А еще примерно с собой температура. Вон там, смотри, этот стоит. Что-то делал. Кто-то что-то строит в такую погоду. Мы с утра тут пытались поездить немножко на летней резине. Ничего не получилось. Сейчас мы переобулись. Сами поговорим о себе. Детей везем дедушке с бабушкой. Так вообще зимняя сказка. Красота такая. Просто, просто это очень красиво. Лет по пять такую не видел. Ну, мы, кстати, в первый год, когда приехали... Только в Владанаке есть. На Новый год. Помнишь, тоже снег выпал? И мы еще, ты еще лопату быстренько из чего-то там делали. Да, было. Прям на Новый год. Прям в эту ночь. Перед Новым годом? Нет? В эту прям ночью. 2-го числа встали и снег встали. А мы все привезли. Все-все-все, кроме лопаты. Чтобы снег выбирать. Какая красота. Для нас снег, да, это экзотика. Туи стоят все в снегу развалившиеся. Вот прям они периментальные. А снег их развалил в разные стороны. Туи как это, елки. Да. Вон они вот где. Туи поразвалились все. Ну, должны что потом собраться. Снег тяжелый, липкий, мокрый. Вот и смотрите, нужна тут резина зимняя или не нужна. Вот он выпал этот снег. На летний все, ездить невозможно. Невозможно. Вообще невозможно. Видишь, как коровы на поле. Да. Улететь запуск. Даже АБС не спасает. При маленькой скорости в Курет улететь вообще легко. Да. Сейчас они будут валяться скоро. Да. Будет видно. Ну, вечером, ночью так вообще будут лежать все. Ну, я имею в виду, машины, машины улетать будут. Смотри, не сильно могут. Хотя... Шиномонтажка закупал. Вот это все в шиномонтажку, наверное, да? Да. Мы решили не ехать в шиномонтажку сами. Сами колеса переставили. Вот, может быть, вот он сегодня-завтра, послезавтра, там еще дня два полежит и растает. Вот на неделю, но все равно нужна зимняя резина обязательно. Ну, либо в пол. Ну, еще что-нибудь через полмесяца так же. Может быть, а может быть и нет. Но в этот... Вот тоже шиномонтажка. А, нет, этому еще нет. А, шиномонтажка, да, тоже очередь, очередь тоже стоит. Я про то, что вот, думаете, нужна тут резина или не нужна? Да, если... Однозначно нужна, однозначно. Если есть, то... Ну, они все. Кто? На летний еду, встали и полом стоят. А, да? Давай, еле-еле еду. Вот, мы даже на зимний буксуем, да? Встал. А, не может тронуться. В горы ехать тоже обязательно. Нужна резина, чтобы подняться туда влагонахер. Вот летняя спереди. Да? Да. Еле едет. Ну, да. Ну, а ехать, наверное, надо. По протектору он даже видно. Да. Зато красиво. Красота прям. Вот перед Новым годом был снег, но тоже он один день пошел. Лопата людям, видишь, пригодилась как лопатами. Лопатами. Вон еще тоже лопатой мужик работает. Раз в пять лет, но лопату здесь нужна зимовая. Ой, тут вообще, наверное, месиво у мамы. Вот это ощущение. Жесть просто. Ни в кого нет. И резиновые сапоги нужно обязательно, потому что вот сейчас нигде. Вот только в резиновых сапогах. Если куда-то пешком идти. Поразвалились. В туйке. Мне и так жалко. Мои тоже развалились. Думаю, вот они же соберутся. Нет? Ой, капец. Тут вообще у родителей постоянно проседает дорога. Ее там то грибут, то засыпают. А она вот постоянно тут такие вот ямищи просто. Болото. Слова. Сразу будем пушать. Одним словом. Да. Нам лучше пойдем гулять. Так красота. А я не могу с ней ходить. Ой, господи. Детям только, наверное, раздолья. Лопатой вынесли. А мы ему поможем. Да. Они даже двери не открывали. Они не выходили никуда. Просили их себе хлеба привезти. Ислав, я же тебе дала хлеб? Да. Вот такая смешная. Конечно. Тихо. 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 Тихо.